Война несет за собой море слез, страдания, потери родных людей. Она не обошла стороной ни одну советскую семью, оставив огромное количество детей сиротами. Вчерашние мальчишки в один миг превращались в мужчин, переписав свой возраст. Еще недавно они танцевали на школьном выпускном, а сегодня надели военную форму и отправились на войну. На выставке представлены уникальные экспонаты, среди которых скульптуры Семена Андреевича Лойка, художника-фронтовика, продолжателя традиции русской деревянной скульптуры. А бронзовые скульптуры Олега Закоморного могут считаться исключительными в своем символизме. Образы детства, юности, материнской любви такие искренние, такие задушевные, их часто называли картинами в скульптуре. Война неслась по всей России, и собирались вещмешки, и руки женщин теребили горячие от слез платки. Ранним утром 22 июня 1941 года армия вермахта без объявления войны начала мощное наступление по всей западной границе СССР, от Черного до Балтийского моря. В тот же день, около полудня, все радиостанции Советского Союза передали сообщение правительства о нападении на нашу страну. Историческая речь Наркома иностранных дел Молотова закончилась легендарными словами. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами. Новость о начале войны передал вот такой репродуктор. Он оригинальный, 1930-х годов. Первые тарелки давали плохое качество звука, особенно на высоких тонах. Зато голос Левитана, диктора московского радио, воспроизводился прекрасно. Сразу была объявлена мобилизация. В день сбора все собирались в центре села. Женщины плакали. Кто-то подхватывал удалую частушку. Подростки по-взрослому нахмурив брови, держали отцовские вещмешки. А маленькие, не понимая всей трагедии происходящего, поднимая пыль, крутились под ногами. Шли, обнявшись. С одной стороны жена, с другой стороны дети. Давая последние указания, говорили слова поддержки. Молча грузились и ехали. Первый день войны запомнился людям также песней «Священная война», символом патриотизма и призыва к победе. В витрине представлены ноты и фото автора музыки, композитора Александрова. Кто бы то ни был вчера, тракторист, врач, учитель, инженер, все брали в руки оружие и шли на врага. Это было огромное моральное и физическое испытание для многих. Но как и эти мощные деревянные скульптуры, будущие герои были тверды в своей решимости, бились не на жизнь, а на смерть. И так было с самых первых дней войны. Многих так и не успели доставить в медсанбат. Красивые вечерние костюмы и платья сменились формой танкистов и санитарок. Вчерашние трактористы теперь чинят танки и ведут их на врага по выжженным полям, на которых еще вчера класилась пшеница. Женщины, если и не берут в руки оружие, то спасают тысячи жизней, становясь врачами и медсестрами, помогая солдатам под свист пуль и снарядов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok